здрасте друзья всем привет улей добро пожаловать на золотой колос возвращение давненько нас тут не было и давайте тогда посмотрим что у нас вообще происходит на нашей ферме и начнем мы с полей погнали пробежимся что у нас по полям у нас есть 6 7 поле и на прошлом стриме мы поставили пахоту и сейчас здесь вон ездит вальтера ездит вальтера и пашет потому что поле требовала вспашку плюс после этого всего надо будет еще один раз его удобрить что в принципе не проблема также кстати на карте мы можем сразу же посмотреть состояние наших рисовых чеков они тоже прям удобрены прям все хорошо и закультивированы и не требуют вспашку поэтому все замечательно а также у нас есть поле с убранным урожаем которое требует вспашку и в общем-то фронт работы на полях у нас понятен также друзья на приозерском элеваторе у нас стоит наш паровозик отсюда никуда деться не может потому что все еще идет ремонт путей или что-то там техническое обслуживание выезд на магистраль запрещен выполнять технические работы 7 часов поэтому мы никуда не можем отсюда угнать наш паровоз 7 часов надо ждать стоит он на приозерском элеваторе и сейчас у нас там очищается рис в принципе он очищается относительно долго но я думаю за 7 часов он это все дело переработает соответственно заберем отсюда рис и повезем его к себе на склад это уже очищенный рис будет если мы посмотрим на наше хранилище то обычного риса у нас там нету также друзья у нас висит контракты целых три контракта у нас висит клубника томаты и пшеница и все это надо отвезти на ж.д. станцию для этого мы поедем на паровозе тут 25 часов 16 часов 19 часов поэтому в общем то мы можем без проблем подождать потом это все быстро отвезти на паровозе но опять таки так как сейчас выезд у нас запрещен то сделаем это явно не сегодня посевной друзья мы с вами сегодня тоже заниматься не будем потому что мы не знаем что сей для этого надо брать контракты но взять контракт у нас не получится контора закрылась на некоторое время по техническим причинам короче мы все собрали все что можно было собрать поэтому не спеша сегодняшним игровым днем мы приведем все поля в порядок в 8 часов я надеюсь следующего дня у нас откроется наша контора и мы соответственно сразу же поедем за семенами наберем контракт в поедем за семенами и организуем посев а за сегодняшний игровой день что-то попадет в серию что-то за кадром разумеется сделаю мы просто подготовим все к посеву принципе то и готовить осталось не особо много нужно допахать вот это поле которое у нас сейчас пашется это в принципе тут пару минут осталось перегнать нашу вальтру на большое поле которое нужно перепахать и в общем-то он его перепашет и все будет здорово ну и друзья самое интересное и самое главное то чем сегодня мы будем заниматься это овечки в прошлой серии как я говорил уже у нас пришла пора наших овечек уже на убой отправлять у нас их было очень много старых и осталось старых ни одной мы их всех отвезли на мясокомбинат и убили это было на стремя мы с денисом развлекались в общем-то возили овец на убой а вот кстати выскочило сообщение до конца аренды осталось менее часа желаем ли мы продлить аренду нет мы не желаем продлевать аренду потому что там уже все сделалось давайте в принципе откроем меню мясокомбинат тогда у нас заводы мясокомбинат где ты падла я тебя не вижу вот ты соответственно наших овец сколько мы наверно штук 400 500 туда отвезли наверно 500 я уже не помню это было давно и неправда и с этого мы получили 43 куба мяса с копейками самое паршивое это то что нам это мясо некуда девать мы не можем сейчас взять никакой контракт и ничего мы не можем в общем то с этим поделать я вот не знаю кстати покупать ли новых овец нам с учетом того что карьера скоро закончится я думаю пускай эти свое доживают а мы потом будем развлекаться так вот насчет мяско то так как завод у нас мясо комбинат осталось аренда немного и платить особо сильно я не хочу за аренду склада который там находится где это мясо может храниться а мясо может храниться только в каком-либо охлажденном помещении потому что но это же логично так я пошел не туда куда надо нам в общем то нужен прицеп рефрижератор именно в прицепе мы будем его хранить правда прицепа такого нету но есть контейнер сейчас у нас будет веселуха с контейнерами есть вот такой вот замечательный контейнер рефрижератор собственно я вот не знаю покупать его или или не покупать два варианта перегрузчик или стандарт стандартный работает по курсплею перегрузчик позволяет самому забирать из других контейнеров что-либо в общем то возьмем стандартный мясо это которое у нас произвелось я особо никуда сильно девать не хочу мы его продадим но продадим мы его посмотрим то ли контракт какой-нибудь возьмем то ли поставку чтобы уж не на оптовую базу его вести по прям очень низкой цене там по полторы тысячи это дело продается и в общем говоря сколько у нас сюда влазит 28 500 чтобы влезло 43 куба нам нужно два таких рефрижератора в принципе они не так дорого стоят по 18 500 поэтому я думаю что можно их взять и купить сразу же берем две штуки и вот они вот такие вот замечательные я так понимаю что на большой контейнеровоз они поместятся оба есть в них один косяк их можно конечно включить видимо они включаются сами когда ты туда что-нибудь загружаешь вот у нас есть соточка и это соточка обозначает количество заряда эту хреновину надо будет заряжать хочу это у меня тут такое 60 fps появилось интересно это f2 нажал случайно бывает вот соответственно на вот это все дело надо будет заряжать и для того чтобы это все дело заряжать нам нужен контейнер генератор на расстоянии 50 метров заряжает до 10 рефрижераторов одновременно чтобы запустить необходимо подойти к нему и нажать enter в общем-то такую штуку нам тоже обязательно нужно купить работает она на топливе и скорее всего он сейчас пустой да есть кнопочки какие-нибудь вокруг найти подойти нажать enter ни хрена не понятно в любом случае нам надо это сначала отвести все на базу поехать забрать мясо так что у нас сегодня ребята вот такой вот веселуха с контейнером их не очень круто грузить на самом деле работает он на топливе если что можно поставить рядом еще контейнер топливный который может заправлять этот самый контейнер генератор вы не написано какой у него расход топлива идет поэтому будем смотреть по обстоятельствам если что у нас есть заправка это бочка виде гробика если что же мы сможем привести в принципе кстати можно посмотреть у нас через меню есть биржи контрактов и можно посмотреть если здесь мясо мясо здесь есть только контракт у нас 43 кубам и этот контракт выполнить не сможем если мы домотаем до 43 мы даже не можем такого нам нужна поставка мяса эти контракт больше чем в два раза больше средней рыночной цены но чтобы выполнить контракт нам надо да нам надо взять много у нас только нет не знаю сколько дней у нас будет хранится все это дело на базе мы отвезем это все на базу будем хранить на базе так что не знаю сколько дней на это все дело потребуется можно туда залезть ладно туда не надо залазить у нас кстати пахота завершилась в общем-то народ я сюда сейчас перегоню грузовички и может быть пахоту поставлю мы с вами еще раз встретимся а здрасте еще раз а мы тут пребываем в общем-то на нашем мане у нас есть такой вот замечательный man и контейнеровоз с большим контейнером который на 40 футов на 60 тысячи литров короче вместимость и нам друзья еще для всех этих манипуляций сейчас понадобится вот такой вот погрузч который мы возьмем в аренду потому что покупать его слишком жирно 20 тысяч можно было взять этого урала который позволяет ввозить контейнеры цеплять но знаете у меня как то не получается с ним работать хотя и с этой херовиной тоже тяжеловато идет все но мы в общем то с ней намного проще поэтому мы возьмем ее вроде как деньги у нас пока что есть может быть их не столько много сколько хотелось бы но все равно экономить 2000 на аренде мне вообще не хочется соответственно нужно снять вот этот вот контейнер вот с управлением бы еще разобраться понятно она раздвигается вообще как-нибудь это крутится это вот идет вот так это идет так мне бы их раздвинуть на самом деле мышь я боюсь что он его не подхватит такой узкий должно оно раздвигаться как-то лево вправо а левым стиком нет левым стиком кабина ползает это понятно это тоже понятно слушайте она походу не раздвигается я боюсь что она очень не подхватит получится что мы может быть и зря его взяли что да он не сильно желает его цеплять слушайте беда а жаль ладно в принципе тут есть один такой не очень гуманный способ снять этот контейнер просто вот так вот отодвинуть но шо поделать не мы такие жизнь такая режим работы 20 футов 40 футов вот оно чё вот так вот это надо было делать есть такие кнопочка а я такой лошарик не знал об этом ну и ладно но мы опять таки делаем поменьше потому что нам надо будет грузить сюда контейнеры которые маленькие начнем мы да конечно же мы начнем с африжераторов потому что они нам в первую очередь нужны это будет весело я не очень люблю все это дело но знаю что вы любите смотреть на мои страдания поэтому давайте в общем то начинать опаньки цепляем замечательно часто аккуратненько надо погрузить на машинку машинку можно две таких штуки поставить без проблем или одну большую главное чтобы она все не попадала на ходу чтоб она закрепилась я надеюсь она закрепится без проблем вообще когда мы вдвоем с денисом это делали это было весело на урале так что-то в этом духе и похоже на правду на самом деле вроде он даже ровно стал погнали сядем в манной посмотрим нормально ли она закрепится расскажи мне до 1 сел 1 в порядке до садимся и грузим 2 контейнер тот в принципе нужно сделать абсолютно такую же манипуляцию погрузка контейнеров это же весело все же любят погрузку контейнеров да давай еще не попал что ли нихрена себе я я что косой хотя тут что-то позбивалась у меня неровно по центру она стоит но проще мне именно подъехать было ладно эту херню мы тоже подцепили давайте-ка ее сейчас поставим на наш полуприцепчик контейнеровоз который контейнеры благо недорогие поэтому можно их даже покупать смело такое вот хранилище и о чем-то вот думал что хранить в этом контейнере подсказывали мне что можно что-то связанное с деревом когда-то у нас было так вроде нет криво так не пойдет надо ровнее подъезжать это не проблема подъедем вроде даже вот так вот и будет типа норм отцепляемся и переходим опять-таки в мана чтобы это все дело зацепить и она цепляется отлично можно принципе мана отсюда отгонять давайте только сначала заглушим нашего погрузчика шпон топлива не тратил деньги у нас не жрал за аренду из-за этого и мы поехали на этом мане на мясо комбинате заберем наше мяско посмотрим как это все дело работает здрасте добро пожаловать на мясо комбинат кстати тут у нас стоят еще полуприцепы для скота которые мы не сдали давайте сдадим их ё-моё мы брали в аренду вот эти вот в них много можно возить сразу овечь по 42 можно в больших короче мы по 70 штук по моему их сразу возили или даже больше я точно не вспомню уже короче говоря где-то здесь должно у нас загружаться мяско здесь загружать овощи загружать лук выгружать овощи ё-моё загружать товары в мешках коробках загружать товары выгружать короче а еще есть какой-то о мясные продукты загружать и выгружать видим нам надо загружать поэтому нам видимо сюда до мяса 43 1730 литров у нас грузится в контейнер в первый я помню очень удобно их как-то поставил надо было их разной стороной и ставить чтобы видеть заряд одного заряда хватает на два часа если верить тому что там написано давайте второй тоже грузим да и как видите вот она уже стала 99 в общем-то рефрижератор у нас работает чтобы означать зеленая лампочка хрен его знает видимо то что он подключен к сети ладно сейчас посмотрим поехали вот это вот все дело разгрузим на нашей базе я думаю именно там это все дело будет храниться логичнее всего в общем-то на базе есть у нас вот такая вот площадочка пустая здесь он даже какие-то мотивационные плакаты из совка здорово и короче никогда сюда не заезжал да и делать здесь нечего в общем-то я подумал что хранить все это дело мы будем здесь поставим здесь же генератор рядом а еще я подумал что мы не будем экономить на контейнеровозах потому что сначала была мысль на вот этом контейнеровозе все повозить и поставить просто я думаю хрен с ним мы купим еще поэтому лишние телодвижения тоже были сделаны уже 94 процента кстати осталось заряда нашего холодильничка а мы друзья тогда побежали в магазин благо он тут совсем совсем близко man уже здесь в общем то возьмем контейнеровоз для вот этого вот контейнера замечательно который у нас был уже давайте наверно сразу его возьмем вот этот вот большой покупаем его при 25000 не знаю и возьмем один маленький для генератора кстати в тонаре тоже можно мясо возить только вопрос как быстро она испортится если она там будет ну ладно неважно поиграемся с контейнерами нам нужен еще маленький контейнеровоз вот такой за 18000 кстати он еще и крепление разные стишины широкие выбираются и цвет обода можно поменять вода этого делать не буду в общем то тоже берем хотя на хрена ему поставил крепление без понятия но и ладно в общем то наша задача сейчас подцепить вот тот маленький контейнер и поставить его на на эту платформочку тут масло походу разлили ведь как переливает слушать первый раз такое вижу знаете когда масло в лужу разливаешь она там радуга переливается классно слушайте ладно это я сейчас что-то не о том говорю так сцепляем вот это вот дело газе промазал ну-ка давай ровно в топливо он кстати с топливом продается представляете это здорово кстати вопрос насколько его хватит цепляем его сюда я думаю что он попал если честно стоит как вот как надо хотя с другой стороны можно на всякий случай даже проверить мана цепануть погнали тяжелый тягач сейчас мы это все дело подцепим и уберем еще на всякий случай кстати да он же здесь мешать будет да все она прекрасно цепанулась вот в генераторе есть 30 точнее 3000 этого самого топлива до 3000 топлива 3000 литров топлива вот это вот дело мы отцепляем и наша задача сейчас еще погрузить большой контейнер на большую платформу за ними я его оставлю здесь за ним я приеду попозже да раздвигаем вот эту вот штуку еще подцепимся сейчас все будет все по красоте сделаем так как-то надо отодвинуться попал я вот так вот по мне нихрена не попал общение ходят влево вправо поэтому можно даже попал отлично можно даже корректировать но я честно не очень это люблю тем более у меня кнопка лб западает геймпаду уже тоже приходит каюк ничто не вечно под луной знаете ли геймпады в том числе так вот это вот тело выран ой 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 я сказал выравниваем и все иск скривил до рюки и руки крюки тяжело этой штуку управлять задним ходом ладно сейчас будем корректировать корректировочки наше все так можно камеру повернуть можно все дело ворочать как хочешь его вот так вот текут опускаем вроде как типа даже ровно давайте отгоним вроде как попал глушим в нем двигатель в погрузчики то цепляем к ману закрепляем это все дело и бросаем его здесь так он кстати не попал представляете вот это вот по пандос криво я поставил значит надо перегружать ладно невелика проблема на самом деле пододвигаем это как больно проще мана немножко назад пододвинуть это вот так вот наверно но так должен стоять и отцепляем и переходим в мана опять дам прыгаем туда-сюда по технике и слушать он все равно не попал все равно считаю что он криво стоит что тебе не нравится ой все понятно сделал только хуже дубль 3 да мы же любим когда у никиты ничего не получается опять-таки можно было другими телодвижениями это все сделать но я решил так я решил поехать оп цепанулся ну давай еще дубль 3 может быть я не той стороной уставлю просто типа у нас здесь надписи и это должно быть сзади давайте его с другой стороны поставим мне кажется что дело именно в этом потому что его поставил довольно таки нормально если так посмотреть поэтому попробуем поставить просто тупо другой стороной даст тормозами у этой штуки явно проблемы до кривовато но кстати он может быть он и подхватиться ни хрена подхватился о о вот так вот и нормально сбили все выезжаем вот отсюда отцепляем вот этот контейнер с прицепом а этого погрузчика мы сдаем из аренды вообще нахрен кстати вот эти виллы людьми можно продать и не нужно и эту фигню мы тоже сдаем все спасибо вам 20 тысяч мы заплатили вообще на самом деле вот этот убой овец он мы кучу денег потратили посмотреть всякие механики производства мяса вот этих контейнеров и прочей фигни аренды завода и мы ни хрена не окупимся с этих 500 овец проще было просто самих овец продать но ладно уже ничего страшного поехали на базу поставим вот это дело а рядом с нашими рефрижераторами посмотрим как там дела а здрасте в очередной раз подъезжаем паркуемся рядом можно в принципе даже это дело отцепить мы знаем что там три куба топлива интересно написано ли это на самом генераторе вообще было бы неплохо если бы было написано но нет емкость не видно вот эта штука уже 86 процентов и было написано типа подойдите нажмите enter да кстати вот запустить двигатель рядом подходишь запустить двигатель это видимо та же самая кнопка что и запустить двигатель да и он начинает работать обычный дизельный генератор да и что мы здесь видим 86 процентов и ничего не меняется но загорелась лампочка я так понимаю что он наоборот сейчас начнет заряжаться интересно если время мотнуть мы увидим какую-то разницу да если время мотаешь она мотается намного быстрее понятно все в общем то он потихонечку заряжается давайте еще тогда спонем манной посмотрим какой же все-таки расход топлива идет там вот 4 процента ему зарядила за несколько минут так цепляйся и на это потрачен литр топлива в принципе этих трех кубов наверно должно хватить очень надолго ладно мы тогда оставляем вот этих парней здесь она заряжается и и хорошо в общем то работает как только появится возможность продать это мясо мы продадим и скорее всего контейнеры тоже по продаем избавимся от всего этого дела топлива кстати может быть можно будет слить хотя я в этом сильно сомневаюсь ночью халявная же можно было бы на заправочку на наш если топлива не хватит то его можно будет с эти заправить и на заправке да она у нас здесь и есть также друзья на кстати 37 поле уже пашется причем довольно таки давно тут ездит какая-то какая-то тетя тетя моти да она в общем то на нашей вальтре пашет это поле и и следующий раз мы уже будем заниматься посевами посмотрим с контрактами может быть с мясом с этим что-то порешаем наберем контрактов я скорее всего за кадром а может быть мы проведем стремится если время будет свободное покатаемся на паровозике продадим всякую там пшеничку вот это вот все по продаем короче будет весело да отважие друзья я сейчас попрошу поставить лайкусик написать какой-нибудь комментарий если ничего в голову не приходит вообще просто вот что в голову первое приходит то и пишите да мне будет интересно почитать какие же мысли у вас в голове если вы впервые на канале то подписывайтесь и в общем то всем друзья огромное спасибо за просмотр с вами был никита дела и всем всего доброго пока пока